Приветствую всех дорогие друзья. На связи как всегда Недомайнер и моя скромная таверна. Буквально только что компания Intel показала работу новой версии разъема PCIe со сторонним устройством. И контакт все таки есть. Тем временем флагманский процессор на архитектуре Zen 3 поставил очередной рекорд на дикой частоте в 6 ГГц. Обо всех актуальных новостях я расскажу вам в этом видео. Но перед тем как мы посмотрим на температуру Xbox Series не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И с вашего позволения я начну с Ryzen 5000. На днях инженерный образец 16 ядерного Ryzen 9 5950X отличился в одноядерном тесте Geekbench 5 набрав рекордные 2024 балла. Это самый большой результат в онлайн базе бенчмарка. Но стоит отметить, что это инженерный образец. А у розничного варианта частота турборежима будет выше, а значит впереди у него еще не один рекорд. Номинальная частота протестированного образца составляет 3.5 ГГц, а в буст режиме он способен разгоняться до 4.6 ГГц. У розничной версии 16 ядерника эти параметры равны 3.4 и 4.9 ГГц соответственно. Если верить показаниям, Geekbench 5 в ходе тестирования CPU работал на частоте от 5.92 ГГц до 6.02 ГГц. Что интересно, испытания проводились на хакинтоше, так как тестовая платформа работала под управлением macOS Catalina 1015.7. Справедливо отметить, что Geekbench 5 не является самым точным измерителем производительности процессоров, однако приведенные результаты дают представление о том, чего можно ожидать от микроархитектуры AMD Zen 3. А вот сам контакт между устройством и PCIe все-таки есть. На днях была показана первая в отрасли совместная работа по интерфейсу PCIe 5.0, устройство от двух разных разработчиков. В демонстрации будущие процессоры Intel Sapphire Rapids работали с контроллерами на архитектуре Synopsys. Тем самым на практике доказана взаимная совместимость IP-блоков PCIe 5.0 от двух разных компаний, что подтверждает будущую взаимную совместимость решений с шиной PCIe 5.0, неважно значение на разработке или производство. Процессоры Intel Xeon поколения Sapphire Rapids ожидаются во второй половине следующего года. Двумя важными новшествами станут интерфейс PCIe 5.0 и поддержка памяти DDR5. До этого момента пройдет месяцев 12 или около того, но уверенная демонстрация совместимости логики и PCIe 5.0 для интеграции в контроллеры очень важна. По сравнению с шиной PCIe 4.0, шина PCIe 5.0 удвоит пропускную способность и обеспечит до 32 гигатранзакций в секунду на одну линию в каждую сторону. Это около 4 гигабайт в секунду на линию в одну сторону. По 16 линиям скорость в одну сторону будет достигать 64 гигабайт в секунду, а суммарная пропускная способность интерфейса вырастет до 128 гигабайт в секунду. Судя по всему, видеокарты и графические процессоры почти не заметят переход на шину PCIe 5.0, но значительное ускорение смогут получить подсистемы с SSD. В ряде случаев речь может идти даже о замене оперативной памяти. Обратной стороной медали при внедрении PCIe 5.0 будет возросшее потребление контроллеров. Хотя в перечёте на рост пропускной способности оно даже снизится, но за всё надо платить и за скорость тоже. А в следующем году, когда продукты с поддержкой PCIe 5.0 начнут выходить на рынок, уже обещают быть приняты спецификации PCIe 6.0 с ещё раз удвоенной пропускной способностью. Так что пятую версию PCIe можно считать официально вышедшей и протестированной. Осталось только дождаться накопителей под эту скорость и выхода технологии RTX I.O. А вот AMD тоже сделала заявление по поводу нового PCIe. В интервью ресурсу Анан Тэдж технический директор AMD говорил о многих аспектах проектирования процессоров поколения Zen 3. Разговор с редактором коснулся и кристалла с логикой ввода-вывода, который модернизации на этот раз не подвергся. Представитель сайта поинтересовался, у Марка станет ли этот кристалл объектом модернизации на следующем этапе. Сам же технический директор AMD заявил, что в будущем компания переведёт всю экосистему на поддержку нового PCIe 5.0. Модернизации подвергнутся не только вычислительные ядра Zen 4, которые сейчас только находятся в разработке, но и логика ввода-вывода с контроллером памяти. И хоть напрямую это не говорится, но можно предположить, что речь идёт о внедрении и поддержке памяти DDR5. Все эти нововведения повлекут смену процессорного разъёма, так что целесообразнее проводить как можно больше изменений за раз, чтобы потом поддерживать один и тот же сокет в течение многих лет. Но про поддержку платами B450 и X470 от MSI я вам уже говорил. Но пресс-служба MSI ещё раз подтвердила, что абсолютно все системные платы MSI B450 и X470 получат обновление UEFI, обеспечивающие совместимость с процессорами AMD Ryzen 5000 на базе архитектуры Zen 3. То есть обновиться до Ryzen 5000 смогут владельцы любых плат MSI B450 и X470, а не только Max-версий, в которых используется микросхема UEFI с увеличенной ёмкостью. Тем временем Gigabyte пополнила свою линейку RTX 3000 Vision OC. К уже выпущенной RTX 3080 Vision OC добавилась флагманская RTX 3090 и в будущем появится RTX 3070. Все эти видеокарты выпускаются в довольно необычном белом стиле и не имеют отличительных игровых ноток в дизайне. Частоты разогнанных версий вы видите прямо сейчас на экране, а версии без приставок OC выйдут немного позже. А сама же Nvidia обновила кодировщики NVENG и NVIDEC. Как известно, первая видеокарта A100 на архитектуре Ампер не поддерживала кодирование видео. Сами же видеокарты RTX 3000 получили такую поддержку. Компания обновила матрицы кодирования и декодирования видео и все нынешние видеокарты RTX 3000 поддерживают новейший метод кодирования AV1 до 10 бит и с разрешением 8К на 8К. А вот журналист одного издания, используя тепловую камеру, узнал, насколько нагревается Xbox Series X под нагрузкой на примере Monster Hunter World. Он запустил игру с разрешением около 1800 пи при частоте кадров в районе 55 фпс. И независимо от того, какую часть консоли проверял журналист показатель температуры не превышал 35 градусов по Цельсию. А в режиме ожидания Xbox Series X работает при температуре около 25 градусов. Сами же тесты проводились в условиях средней комнатной температуры около 18 градусов, так как по словам журналистов в Великобритании сейчас дико холодно. А тем временем призывы блокировать сделку по поглощению ARM компании Nvidia звучат как с британской, так и с китайской стороны. Первая боится лишиться рабочих мест и технологического суверенитета, а вторая доступа к архитектурам ARM в результате санкций США. Многие аналитики убеждены, что китайские власти будут вынуждены блокировать сделку. Например, аналитики Gartner указывают на неизбежность появления требований со стороны КНР по обеспечению доступа китайских клиентов к разработкам ARM после оформления сделки с Nvidia. Но предоставить подобные гарантии американская компания вряд ли будет в силах. Говорить о них одно дело, а другое дело закрепить соответствующие обязательства документально с угрозой применения санкций в случае их невыполнения. Специалисты CTS Insight тоже склоняются к мнению, что именно о позиции у китайских регуляторов споткнётся сделка Nvidia и ARM. Пока что представители ARM, Nvidia и Softbank выражают уверенность, что сделка будет одобрена. Но за отведенные на согласование 18 месяцев многое может измениться. А вот по итогам минувшего квартала 5-нанометровая продукция принесла TSMC около 8 % совокупной выручки. Хотя ещё во втором квартале компания эту статью доходов свою отчётность вообще не отображала. В следующем году доля 5-нанометровой продукции в структуре выручки TSMC может увеличиться до 20 %, как пояснил финансовый директор компании. Аналитикам на сессии вопросов и ответов удалось вытянуть из генерального директора Сиси Вэя прогноз по динамике выручки от реализации 5-нанометровой продукции на 2021 год. Он признался, что данный показатель будет ближе к 20 %, но не стал конкретизировать значения. Для TSMC 5-нанометровый техпроцесс должен стать услугой с продолжительным жизненным циклом. А уже в четвёртом квартале следующего года начнётся производство изделий по 4-нанометровой технологии, которая позволит использовать те же средства разработки, что и 5 нанометров, но предложит улучшение по быстродействию энергопотреблению и плотности размещения транзисторов. И на этой прекрасной ноте новостной выпуск подходит к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч, друзья.